здравствуйте друзья это подкаст учитель пения мы и вы вместе с нами оказались в таком месте в котором наверное мечтает побывать каждый замечательная у нас профессия с дмитрием красновым с нашим режиссером и мы в гостях в большом театре в гостях у народной артистки азербайджана солистки большого театра динара алиевой звезды мировой оперной сцены динара здравствуйте здравствуйте приношу извинения за то что вы будете слышать какие-то звуки потому что мы днем вечером здесь будет спектакль идет к нему подготовка проходит экскурсии и не обращайте внимание на эти эти звуки не каждый зритель же оказывается вот в этой ситуации когда он видит театр без зрителей без артистов динара есть такое расхожее выражение что театр дом для вас какой театр является домом или вы человек мира и у вас по миру очень много таких домов ну безусловно моим домом театральным является большой театр потому что я уже работаю этом театре ну то есть вот 16 лет соответственно это мой дом который мне дал развитие моей карьеры в плане моего репертуара и я расту здесь в этом театре но тем не менее как бы я свободный человек творческий у меня очень много других театров мировых но в любом случае дом там я считаю что дом там где твоя семья семья у меня в москве а вот если мы большой вынесем за скобки но все-таки из других театров где вы себя чувствуете лучше всего куда вам хочется ехать вы с радостью туда отправляетесь и вот наверное в рейтинге если мы большой убираем опять-таки за скобки до в рейтинге таких театров он на первом месте я очень люблю австрию и мне нравится работать в венской опере я себя чувствую там очень комфортно мне кстати говоря вот очень понравилось работать в royal opera house это лондон и опять-таки как бы вот такая атмосфера добрая приятная в театре профессиональная но вы знаете сложно так сказать потому что когда ты приезжаешь работать на на ту или иную постановку ты как бы подключаешься в этот процесс и тем более если нам находишься в этом театре больше месяца эта продукция длится да с репетициями то у тебя этот театр становится на какое-то время родным и всегда такое бывает ощущение когда заканчивается продукция все коллеги с которые с тобой работали все это время это все как бы вот в этой атмосфере теплоты до дружбы творчество и в общем то я привыкаю мы должны быть певцы такие в общем мобильные в этой в этой ситуации на оперных певцов получается намного чаще вы гастролируете намного чаще вы приглашенные артисты на многих оперных сценах если мы сравним с драматическими артистами а как сложно настроиться когда ты приезжаешь в новый город в новую страну в новый коллектив сколько времени на это должно уйти надо быть мобильным и находить быстро общий язык со всеми потому что нет времени на то чтобы привыкнуть ты приезжаешь ты включаешься в процесс и все как бы ты как раз ты занимаешься своей работой любимой то есть это буквально день-два или да да учитывая еще разные перелеты если это там америка или япония конечно же вот этот джек лайт и все такое это на тебя действует но при этом никто не думает о том что ты приехал ты должен неделю отдохнуть отлежаться значит у тебя смена времени смена климата об этом никто не думает ты прилетел на следующий день у тебя начинаются репетиции все какие-то такие лайфхаки как вы вот к смене часовых поясов адаптирует это организм который в общем то с ним приходится вот так бороться да бывают такие случаи как там допустим ну япония ты прилетел там утром в ночь ничего не понимаешь организм хочет спать а тебе надо работать но ты вынуждена идти и работать а если мы говорим опять-таки о мировых тенденциях в оторном искусстве в классическом искусстве чтобы вы выделили сейчас вот куда все движется у нас я бы сказал так опера это один из самых таких главных жанров мировой классики который занимает ведущая свое место и мировые тенденции где-то к сожалению а может быть и нет преавелирует все-таки режиссера то есть так называемая не люблю это слово реж опера но есть такое понятие когда режиссеры свои эксперименты они начинают воплощать в классических мировых операх известных шедеврах и так далее и так случается что иногда это естественное дело бывает во вред певцу если это сделано с режиссерской точки зрения грамотно то это все в общем то превращается в какой-то такой интересный проект я к чему это говорю что сегодня то время когда мы видим абсолютно иные декорации да все движется все передвигается вот допустим у нас большим театре идет дамбал маскарад опера до известного итальянского режиссера невероятно все кружится вертится но он оперный режиссер поэтому здесь как бы не страдает вокал а бывает так что режиссер заняты своей техникой 3d я не знаю что только нет на сцене неважно ему как значит звучит певец главное что была картинка соответственно вот мы вот к сожалению передвигаемся вот в это направление поэтому как будет через пять шесть лет непонятно с одной стороны это интересно потому что все таки у нас другой век но мне как певице все таки важнее составляющая музыкальная то есть музыка композитор что сказал автор и соответственно вот бывают такие какие-то иногда недопонимания с режиссерами это стремление режиссеров к тому чтобы угнаться за временем потому что зритель он и приходит в оперу для того чтобы почувствовать вот ее энергию и и это традиционное искусство но этих зрителей осталось не так не так много осталось тех зрителей которые вот именно ценят вокал музыкальную составляющую чаще всего сейчас почему например если раньше шло действия на сцене и не было аплодисментов между точнее были аплодисменты после арии известной после дуэта и так далее сейчас люди приходят как в кино иногда и даже не могут помешать аплодисментами после арии известного тенора то есть режиссер идет за зрителем это молодые режиссеры или в общем-то и в возрасте тоже нет по разным по разному бывает просто опять-таки повторюсь что бывают очень талантливые режиссеры вот я работала например в пекинском оперном театре это была опера русалка дворжик и был известный режиссер хуга де она он аргентинец потрясающая была постановка сняли фильм значит там и 3d формат и все двигалась в общем передвигалась какие-то ракушки невероятные костюмы безупречные все в общем красиво но при этом он оперный режиссер и все равно он понимает как бы это все не двигалось важно чтобы артист звучал ему было комфортно более-менее как то в общем то так а бывает так что режиссер молодой чаще всего и ему хочется показать свою картинку свое видение этого так называемого шедевра да иногда бывает в кавычках и в общем то ему неважно пой спиной пой на голове как хочешь вы отказываетесь от таких предложений такие случаи когда я отказывалась да было такое и было такое что даже во время постановки на спектакле мне не нравилось что-то что мне было некомфортно там дым в дыму я должна была выходить петь значит свою арию все происходило в дыму у меня аллергия на дым я не могу я начинаю кашлять я им сказала раз два три потом сказал сушите лол если вам так важно это давайте мы заменим меня на другую певицу и все но в общем там уже вопрос такой что либо театр хочет чтобы ты работала в этом театре и пела и они заинтересованы тогда в общем то находится компромисс и дыма не было все-таки артист может повлиять может просто так получается что молодые артисты которые только начинают свою карьеру они не могут этого сказать и эта проблема потому что они соглашаются на это на все лишь бы сделать себе карьеру артист может тем самым навредить себе своему здоровью и своему голосу своему аппарату да да молодые артисты наверное которые только начинают свой путь они боятся что-то лишнее сказать режиссеру дирижеру и тогда в общем то их выбор а публика она во всем мире хочет именно зрелище а не больше слушать или все-таки как-то отличается она вот вы рассказали про пекинскую оперу такой интернациональный получается там коллектив в китае аргентинский режиссер чешская чешская музыка чешский композитор кстати говоря про пекинский театр хочу сказать что у них артистический директор итальянец и всегда исключительную команду они собирают на свои спектакли таким образом они воспитывают китайскую публику и начинают как бы вот учить их да сейчас говорят что уже театр там прошло какое-то время после того как я там спела сейчас вообще все там по-другому то есть уровень музыкантов дирижеры солисты на сцене все кто работает в первом составе должны быть мировых имен и соответственно качественно получается работа и вот они таким образом значит воспитывают людей я так думаю что это все зависит еще и от дирижеров так случилось что значит очень много режиссерских вот этих навыков да и дирижеры которые любят качественную продукцию они чаще переходят на концертное исполнение опер и сейчас этого стало очень много то есть такой полурежиссерский но проект то есть семистейч то есть они двигаются общаются артисты все но при этом оркестр и артисты на сцене больше ничего плюс в чем что зритель приходит на так называемые хиты потому что в концертном исполнении звучат видимо очень популярно как мы приходим на ну чаще концерт обычного певца и тоже все хотят популярные какие-то конечно и в концерте можно это сделать а если мы говорим о центрах развития опера вот вы сказали пекин китай вот там сейчас такой центр притяжения что ли вот центр роста оперного искусства где в мир но я думаю что центр притяжения все-таки это италия по-любому потому что любой артист он не мыслит себе без ласкала без римского оперного театра но потому как все таки была такая плеяда да и артистов великолепных и дирижеров того времени хотя сегодня я могу поспорить сегодня на как бы цирынке мировом итальянского певца или итальянскую певицу мы встретим так в общем то очень достаточно редко такую чтобы это было топ как это были мерала фрейнера над этой бальди и там скотта и так далее то же самое что касается дирижеров сегодняшний рынок мировой это в основном русские певцы если так посмотреть поэтому центром притяжения считаю что все-таки это такие театры класса а это metropolitan опера это кован гарден это венская штат опера тот же может быть пекинский театр дело в том что азия она немножко закрыта от мировых соцсетей и вот популярности такой поэтому вот эти класса театры вот они являются таким центром притяжения большой театр и естественно мариинский театр на такие экзотические континенты южная америка и театров море конечно есть по все класса они но все равно вы понимаете что все стремятся спеть в metropolitan опера мне бы хотелось в этой части нашего разговора поговорить о вашем педагоге светлане григорьевне нестеренко она называла вас любимые ученицы и вы знали об этом что вы любимые ученицы флана григорьевна да она мне говорила об этом но и она была моим любимым педагогом мне повезло очень повезло потому что я со слон григорьевной было рядом 15 лет это большой срок для того чтобы научить чему-то мы конечно друг друга понимали и она понимала я понимала что раньше намного я уже сформировалась как певица профессионально но это уже наши отношения переросли в такие близкие отношения это был человек как мой родной как мать как психолог твой личный которому можно было рассказать в общем-то все и она могла поддержать любой момент это важно тем более для певицы потому что наша профессия очень нервная ослана григорьевна она конечно была выдающимся педагогом потому что ее вот эта чуткость распознать в том или ином человеке талант и увидеть его как бы вот точно в каком направлении он должен там действовать до работать то есть пусть это камерная певица камерный певец или там оперное направление оперета и так далее то есть она могла дать вот правильное направление знаешь дорогая моя лучше заниматься тебе там эстрадным вокалом к примеру говоря или там твое предназначение только там оперное искусство и так далее вот и плюс еще конечно она этот ее чутье шло в ногу со временем то есть она понимала какую технику нужно сегодня завтра там через несколько лет она слушала многое до анализировала также слон григорьевна на не никогда не проникалась к тем студентам от которых не было в общем то толку потому что вы понимаете да что в ее классе было много учеников но если она понимала что на зря трядаст на это время она просто переставала тратить это время свое потому что певец это же совокупность интеллектуального ума мыслить надо прежде всего иметь голос это еще ни о чем не говорит надо еще иметь голову вокальную это важно ее природный талант слышать человека чувствовать его голосовой аппарат об этом на очень многие говорят а вот именно в методике чтобы вы выделили она могла у любого певца который даже к ней может быть пришел уже с нарушенной техникой вокальные так очень сложно переучивать да она слышала вот обертон тонов которые остались живые в его допустим голосе и суметь это потом развить до полного диапазона это основное и плюс еще она обладала каким-то таким спокойствием магическим таким знаете притяжением все артисты вот к нему вокалисты именно вот тянулись поэтому то есть такое спокойное отношение да к твоему аппарату при этом ты в любом состоянии будучи ты больной или там как говорила елена образцова в свое время что у певицы звучит голос раз в году и то когда это не нужно поэтому умела она настроить певца в любом его состоянии психологическом нервном не знаю нервозном а вот вы сказали 15 лет вместе проработали провели дружили со светлана григорьевной а насколько должен вокальный педагог оставаться с артистом на протяжении всей жизни получается нет вот здесь я с вами поспорю потому что конечно это прекрасно когда есть рядом музыкальное ухо проверенное который тебя все время направляет но это вы знаете как ну все время зависит от педагога это то же самое как сесть на наркотики да вот можно такую параллель провести поэтому я считаю что на определенном этапе нужно понимать что твой аппарат должен зависеть уже от твоей физики от себя самой ты должен сам уметь собой работать потому что но мы же не можем все время там ты я то здесь ты москве то то в китае то это в японии то это в америке там в италии но что все время брать с собой педагога хотя у меня были такие периоды жизни но это опять-таки знаете самое такое вот начало неустойчивость какая-то да наверное еще вот уход ее из жизни многих и в том числе меня закалил и переосмыслил мое отношение к себе вот на этом этапе ты понимаешь что все после ее ухода никому не обращались вы сами себя приводили вот форму вокально нет 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 у меня мало того сейчас уже предложение то чтобы я сама преподавала сама сама не хочу еще и сопротивляюсь а почему вы хотите преподавать нет времени или по каким-то другим причинам вокальный педагог это большая ответственность для меня мне как в общем-то такому человеку консервативному мне сложно начать преподавать это значит нести ответственность за этого ребенка да вот а я пока еще как бы вот несу ответственность за себя наверное времени не так много и времени пока нет еще до я хочу еще так попеть поработать но в любом случае наверное я к этому приду естественно дело оттянет вас вообще в педагогику или все-таки ответственность это когда отвечаешь за себя это одно отвечаешь за других и не за одного за десятки человек это пока не тянет пока не тянет но были уже такие пробные занятия с людьми которые хотели со мной заниматься и они хотят со мной заниматься раз они хотят значит они видят какой-то эффект я тоже вижу конечно просто на это надо больше времени когда вы слышите какой-то молодой голос певца или певицы как реагируете вы же слышите задатки слышите что можно раскрыть что-то возникает внутри их вот ему бы помочь ему бы до или ей бы помочь но не задавалась никогда такой целью но я в принципе анализирую всегда то есть любой какой-то там после концерта всем не издет анализ как бы того или иного певца но бывает такое что мне нравятся какие-то молодые певцы и у меня был свой фестиваль сейчас просто учитывая пандемию и какие-то события да которые сегодня происходят не удается его провести как бы еще мне прошло три моих фестиваля оперных опера арт и когда я как раз вот нам разъезжала по гастролям где-то слышала новые голоса молодые еще неизвестные в россии я старалась пригласить приглашать сюда на нашу площадку чтобы московская публика знакомилась с ними она светлана григорьевна как раз в одном из интервью говорила о том что вот именно ваш фестиваль он помогает раскрывать молодые новые таланты и другие произведения приезжают другие постановки но надеемся что все это возродится в той или иной степени будем надеяться вы сможете это сделать как вырасти талантливому человеку с чего вот это начинается потому что о вас очень многие говорят что вы от природы из но как это же известная история с монсеррат кабалье которая сказала девочку учить ничего не нужно ну да вы знаете по поводу поговорим значит об успехе да и как 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 достичь большой сцены это сегодня немножко конечно так складывается что за твой не то чтобы успеха за твою карьеру отвечают ну люди такие как агенты директора театров может быть иногда дирижеры да и у меня мой знакомый тоже вот известный солист в общем поют во всех театрах как-то сказал мне динара ты знаешь сейчас неважно как ты поешь главное кто за тобой к сожалению это так к сожалению сегодня не совсем бывает так что смотрит на то чтобы вот певец реально талантливый да и вот нужно ему быть на всех мировых сценах сегодня решают этот вопрос другие люди но я думаю что конечно важный приоритет талант но еще важная такая такой важный момент это везение да но бог тебе дает шанс и ты им должен воспользоваться а если ты не воспользуешься ну тогда он говорит тебе что ну слушай ну тогда я дам его кого-нибудь другому то есть надо ориентироваться на свою интуицию и конечно же трудиться и что-то делать не конечно не говоришь о том надо сидеть и вот ничего не не делать я прошла много большую школу свою то есть у меня были конкурсы 6 международных конкурсов у меня были мастер-классы один из таких вот тоже шансов который мне подарила судьба это была встреча с кабалье хотя после вроде как ничего не было то есть я не полетела к мастер-кабалье и не стала сразу учиться у него в школе там музыка в барселоне но это мне дало стимул лично мне то есть я поняла что я должна заниматься этим серьезно такая оценка такого великого человека как она очень важно когда тебе в начале твоего творческого пути кто-то очень не авторитетный говорит говорит что да что до деточка ты должна этим заняться при возможности если помогут так вообще прекрасно если есть какая-то помощь от таков авторитета кто у нас сейчас вот в 2022 году является таким авторитетом от кого молодому человеку хотелось бы услышать что наверное не только молодому человеку и состоявшемуся артисту хочется услышать что да вот сегодня был замечательный спектакль к сожалению их практически не осталось я вот так считаю авторитетные люди это вот те которым непререкаемый был авторитет точнее да это елена образцова архипова вишневская растропович если брать европейских да там артистов я имею ввиду там мирала фрэнни там даже кабалье караян и так далее но сегодня юрий хатович темирканов на мой взгляд один из гениальных дирижеров от которого бы хотелось услышать хотя бы два слова в свой адрес мне мне удалось ним поработать не не так много и часто но вы понимаете да когда-то человек заходит в любое помещение уже он весь светится от него значит исходит невероятная энергетика это в общем ум это в общем гений или та же образцова которая могла так сказать что уже после ничего невозможно ответить вот а сегодня то есть это сейчас большая проблема в общем то да потому что эти люди уходят искусство эти люди уходят на их место никто не приходит пока я не знаю да а с чем это связано как вы думаете мне кажется что время было другое люди были другие сегодня дети даже растут и ты видишь что они все завязаны на этих планшетах компьютерах и у них другая соцсеть и общение хотя они может быть более общительные чем мы были в свое время да мы более зажатый наверное в то в тот период когда мы отросли мы это другая все-таки была культура поэтому сегодня наверное нашу молодежь нужно все-таки привлекать публика взрослеет стареет и молодежь не приходит и с этим тоже связано то что вот нет таких авторитетов это не только про россии если мы говорим да но даже в европе много талантливых много но сегодня другое общение друг как-то все проще я бы сказала бы чем нежели было да поэтому если вот как раз образцово мне рассказывал случай когда она в свое время пришла значит репетировать какой-то из театров по моему это было барселоне или где-то город италии сейчас не помню точно и она приходит значит начинает репетировать и говорят что а и кто-то там на скрипке упражнение играл и она газ кто там в общем играет мне мешает распеваться и к там зубин мэтта скажите ему что здесь елена образцово она должна в общем распеваться и это вообще-то перестал играть на скрипке ну тогда зубин мэтта тоже был мол молот динара а вот если мы об этой лестнице успеха говорим вот когда ты стоишь на первой ступеньке что самое главное вот что в начале пути должно быть вы сказали да даже если тебя бог одарил талантом трудись развивай а вот что все таки в первую очередь какой-то должен быть действительно счастливый случай либо попытаться куда-то приехать до к тому же пласи до доминга просто отправиться пешком в испанию ну вы знаете если говорить лично обо мне как я выстраивала свою карьеру я работала значит уже в бакинском театре понимала что мне нужно все таки для меня было вот главное найти педагога я понимала что мне нужно в общем-то технически развиваться вокально и поэтому как-то так судьба мне подфартила и я попала в москву познакомиться с лангригорьевной но при этом мы не останавливались у нас были конкурсы и в общем так потихонечку я росла разные есть варианты есть варианты было уехать в студию при каком-то театре например приласкала при ковенгардене при немецком каком-то театре и там развиваться например у меня кстати было такое предложение в свое время уехать при royal opera house и быть там в янг программ но я тогда уже со слангригорьевной встретилась и я понимал что мне приоритет не потерять слангригорьевну и я вот не поехала в лондон а кто-то делает наоборот поэтому здесь это все зависит лично от самого человека от артиста что важно и здесь нет рецепта остался ты в россии либо уехал за границу то есть нет потому что для меня было важно петь качественно и долго для кого-то бывает быстро сделать карьеру и неважно как ты работаешь и поешь потому что еще раз говорю сегодня есть агенты которые могут тобой заниматься открывать тебе все мировые театры и неважно есть у тебя проблемы технически я не говорю что это очень плохой уровень это недостаточный уровень и он принципе этот певец обучен но как долго он протянет на этом непонятно и чаще бывает что все мировые театры открываются а потом извините с голосом такая лажа что дальше театр начинает от тебя отказываться но это же печально короткий такой триумф получается у нас сейчас время агентов а есть ли вот у вас перед глазами в памяти всплывает ли имена действительно таких импресарио что ли назовем их по старому которые видят талант и хотят чтобы он долго звучал его голос импресарио тоже они у них же определенная цель да как заработать денег заработать денег да но я например работаю уже очень давно с аскан из холд это известная агентура англичане марк хилдрю который в свое время работал с дмитрием хворостовским у меня с ним нормальный контакт то есть он понимается что я не буду никогда во вред голосу браться за какие-то партии если даже это вы выгодно для них грубо говоря и даже для меня вот а есть такие агенты которые не душевно не поддерживает эту ситуацию марка он просто уже профессионал своего дела он понимает он даже сам не иногда говорил все время что нет вот эта партия пока нет динара давай не будем поэтому они взрослые уже то есть не он взрослый молодых львов есть молодые осторожнее с продюсерами опять-таки повторюсь нужно слушать свою интуицию если она у тебя развита это важно и раз уж мы заговорили о продюсерах но вас очень часто сравнивают с марией колос да действительно и внешние сходство очень сильное есть такой сериал колос и анасис луиза раньери итальянская актриса играет а вы бы хотели сыграть в кино марию колос хотела бы сыграть марию колос да вы даже спела об они же играют только да еще и белит и другие то да я могла бы и спеть и сыграть ну вот посмотрим то есть такие предложения были с вами разговаривали потому что здесь было бы вообще все и в греции вас очень любят да вот кстати недавно пришлось отменить поездку в грецию должен был быть опять не очередной концерт посвященный мари колос мне бы хотелось сняться фильме почему нет просто но не было таких предложений но об этом нужно заявлять что вы были заявляю об этом я готов а вообще к такому понятию как кино опера и теле опера потому что одно время сейчас по моему это пошло на спад но даже в кинотеатрах показывали трансляции из мировых оперных театров как вы к этому относитесь вот к такой популяризации у прекрасно отношусь к фильму опера и были вообще шедевры это за фирели фильмы все мы прекрасно про них знаем и есть и многие другие фильмы которые сняты в общем-то в наши дни я считаю что это очень интересно это остается на все времена это запись это диска и так далее это в общем-то хорошая тема фильм опера но все-таки лучше приходить в театр и чувствовать его энергии ну сегодня понимаете такое время когда вот много соцсетей и если ты даже что-то не увидел в том или ином там зале ты может пойти увидеть в ютюбе или там на какой-то соцсети и так далее но живой звук это есть живой звук и тот ту энергетику которую ты получаешь от живого действия да там вот люди лечатся иногда приходят в оперу многие мне рассказывают что приходят выплакиваются как у там на приеме психолога да во время моего спектакля выходит у них там все там душа поет и все там легко и так далее то есть реально вот такие случаи есть опять хочу вернуться к тому нашему предложению что у нас же здесь его никто не видит но он есть у нас есть режиссер и режиссер музыкального театра и кино режиссер мы сейчас все регалии дмитрия красного перечислим но так действительно фильм о калоса марии калос и вы часто бываете в греции вас там любят он должен быть просто динар да ну может быть после нашей передачи что-нибудь свершится вы знаете а вот как раз хотел рассказать эпизод такой тридцатилетие со дня смерти калос и значит зал мега рон и был мой большой сольный концерт висели два поста таких калос значит и я греки они вообще меня полюбили еще с конкурса марии калоса я помню что ходили фотографировались со мной мил так ощущение что я как в общем-то олицетворение прямо вот ее и я заболела очень сильно и вот сланга григорьевна была как раз со мной и мне врач значит фониатор сказал что вы динара петь не будете я сказала что вы не можете у вас такое больное состояние сказал что я петь буду и должна петь и я выхожу значит на сцену первые два произведения думала реально что я просто сейчас просто контролировала себя чтобы не раскашляться на сцене это прям видно то есть это не слышно на звуке но это видно по моему общем состояние была напряжена но после третьего номера не было такое ощущение что дух калос или что там произошло магическое это просто вселилась в меня потому что у меня даже на записи записали они дивиди все манеры которые не присущи мне вообще то есть я никогда не пою вот так там да с рукой и это видно на записи это было потрясающе вы не представляете что она была залом они топали кричали и в общем концерт прошел на ура но калос это калос конечно мне бы быть это не хотелось бы повторять никакую судьбу этой великой артистки но видимо вот эта схожесть внешне присутствует как как бы я не старалась от этого уходить у меня был случай еще с мари калос связаны очень интересно я молодая значит еду на конкурс в калос и прихожу в посольство греческое в москве а у меня тогда не паспорт значит девушка готовы где живете я в баку ну вот и езжайте в баку получать визу подождите у меня конкурс через неделю я должна быть там ну как же так и проходит консул посмотрела на мою фотографию в паспорте и говорит дать визу и ушла прихожу я получаю через три дня визу и меня значит девушка говорит что он служит у себя значит в кабинете я захожу в кабинет у нее лежит на столе газета а я тогда только появилась в москве спела первый свой концерт и написали реанкарнация мария калос мой портрет все вы знаете для нас такая честь вы нашу визу получать она мне с таким в общем отпустила туда в грецию ну как бы меня вселила тут уверенность вы представляете такой случай да греческий посол дать визу по фотографии мари ну что ж давайте отпустим спасибо нашу героиню сегодняшнюю напомню нашим слушателям мы в большом театре сегодня вечером будет спектакль и мы в гостях у динары алиевой солистки большого театра народные артистки азербайгана спасибо вам большое все вам доброго и я думаю что мы вас увидим во многих постановках и очно и онлайн и в записях и надеемся что продюсеры нас услышат и фильм о марии калос обязательно появится где будет настоящая оперная певица и играть легендарную оперную певицу и петь спасибо спасибо большое до свидания до свидания а